Наш постоянный гость Анна Федорова третий день подряд дает отчет. Анна, скажи, пожалуйста, я слышал, что вы запустили хорика сейчас, новый продукт. Чем отличается хорика московская от питерского? Ну, по факту ничем. Шучу. Не, на самом деле, конечно, она отличается. У нас в Петербурге она с большей душой, с новыми придумками, с новым фудпейрингом. Московская, она тоже интересная, конечно же, но даже сами москвичи к нам приезжают за новыми идеями, вдохновением. И наши шеф-повара приезжают сюда и открывают прекрасные рестораны. Но здесь тоже есть один очень хороший ресторан, Бамбуле, где Денис Крупеньев, очень хороший шеф-повар, который всегда вас рад будет угостить вкусняшками. Скажи, пожалуйста, другие регионы, кроме Москвы и Питера, вы рассматриваете? В данный момент мы рассматриваем Петербург, затем Москву, но я думаю, что захватывать всю Россию мы будем обязательно. А в какой промежуток времени вы планируете вообще открыть третий регион помимо Москвы и Питера? Есть ли это и когда датируете? Мы не строим таких дальноиграющих планов. Сначала Петербург, потом Москва, потом все остальное. Но нам ничего не мешает сейчас делать поставки в другие регионы. В принципе, чем мы и занимаемся на Prodexpo. Так что в ближайшее время и в Сахалине вы попробуете Brute Zero. Скажи, пожалуйста, уже третий день нашей выставки. Что за третий день удалось достичь каких-то договоренностей, предварительных контактов какие-то? Еще что-нибудь? Очень много интересных историй. Допустим, возможно, в перспективе будет коллаборация с Александровским театром и будет наше Brute Zero для гостей театра. Также мы будем делать, скорее всего, петербургский путеводитель с нашим игристым. В общем, очень много всего, зачем рассказывать все планы на будущее и все секреты. Лучше мы об этом поговорим завтра. Да. Да.